итак дорогие друзья продолжаем 3 серия по стран холду и миссия 3 go тайная застава миссия 4 они 4 вру прошу прощения давай вещай брат надеюсь вам уже удалось положить конец разбойным нападением волков теперь я прошу вас об одолжении начните постройку заставы на границе владений герцога депюса чтобы я мог лучше судить о численности его армии но ни при каких обстоятельствах не сообщайте лорду вултоку о завершении миссии крыса родился в землях принадлежащих семейства депюса к его матери герцог депюс был особенно милостив освободив ее от налогов так что ни она ни ребенок никогда не знали нищеты однажды к их дома подъехал посланец сообщивший что настоящий отец крысы сам герцог депюс в доме которого мать юноши когда-то прислуживаю вся семья депюсов трагически погибла в кораблекрушении и единственным наследником титула и земель оказался крыса офигеть да повезло уровень нормальный короче нам просто нужно уничтожить уничтожить все все войска смотрите время до последней битвы и все короче все все легко и просто денег нам дают 500 наверное 5 луки так точно луки но пока что мы не будем вот скотина не собака пока что мы не будем их делать сейчас мы заготовим огромное количество дерева а нам здесь уже можно сыра эти делать короче на сыре и только сыр больше ничего это круто это круто значит никто не будет бегать за оленями в этом есть тоже плюс но сюда нужно больше дерева сразу с ходу половины рацион потому что сейчас у нас едой проблемы домик 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 бунгало поставим чтобы приходили поселенцы и теперь ждем дров и будем врываться будем строить я думаю в принципе конечно я не знаю кто будет нападать наверно лучники как сюда или может быть еще какая-то пехота но мы можем застроить вот здесь вот вот так вот вот здесь вот здесь вот здесь вот это все позастраивать и вот здесь вот так вот застроиться полностью и все вот тут они не пройдут то с какого это рожна все нормально у меня они падают ребята наверно потому что кормим ладно а ну-ка минус 0 нет пока что нельзя играться с этой фигней пока будет так давайте сейчас будем строить коровники которые нам сейчас необходимы чтобы прокормить людей вот отлично отлично прям великолепно то что я хочу тут у нас не поместится да еще один о помещается загляденье вот только посмотрите я считаю что это вообще великолепное размещение вот правда будут они носить будет на сыр будет еда людей у нас осталось не очень много я думаю нужно еще построить домик один потому что сейчас мы направим на работу наших людишек так расширим немножечко склады вот этого нам хватит с головой теперь речи нам нужно лучников давайте построим сразу сходу вот так вот так два лучника и мы еще можем еще можем третьего построить но это не лучники как правильно это мастерская стрельника звук вообще конечно жесть вот тут смотрите да вот сыру тут мышка и можно всегда посмотреть что они делают а тут корову да да вот я вот вот в это влюбился в игру в игру столько деталей различных вот таких незначительных но это настолько круто что даже не знаю что сказать ну проработали и еще я не наверно компания закрылась по моему я даже не знаю в историю компании не заглядывал не стал смотреть поэтому не могу сказать точно но круто ребят это реально круто да пополняются но вы жрете за десятерых уроды конечно не пополняются не успевают пополняться так сразу же построим склад вот здесь рядышком пусть складывают и и где нибудь вот здесь тренировочный лагерь теперь можно начинать застройку застройку наверно даже неправильно знаете что нужно наверно башню построить башню 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 а как ее правильно разместить эту башню вот не помню реально ребят как это разворачивать вот серьезно но не помню хоть убейте давайте вот так поставим эту башню и сделаем еще забором пусть все выходят заходят исключительно через башню вот так вот пока дерево у нас хватает мы застроимся и тут тоже застроимся войска это дело такое когда нападут они будут лупасить и убивать всех я правда не знаю первых миссиях точнее не помню уже сколько лет я играл кто будет нападать то есть там слабенькие не слабенькие войска но они будут людей убивать на раз-два особенно вот наших коров и так далее это очень страшно хочу вам сказать когда они всех разметелят потом придется сосать сосиску сосать сосиску не хочется поэтому нужно что-то предпринимать так опять не то то блин вот отлично отлично вот сюда и забор ты днись друг идеи он там ворот открыты через них проходи не расстраивай меня пожалуйста я специально вам ворота поставил все теперь можно будет нанимать лучников сажать их сюда везде мы застроились никто нам вообще не помешает и теперь не хватает денег платить ребята пошло величины рацион ставим и естественно чтобы это все поддерживать нам нужна еще не да поэтому лупасим еще коровников побольше нужно дерево вот несет не забываем что еще нужно дерево для наших лучников отлично 26 у нас еще свободные крестьяне по моему там есть несколько человек они нас обнаружили сэр какие будут распоряжения нужно больше золота не ссыкуйте все будет нормально так где они а это копейщики обычные ё-моё я чё-то уже тут такую крепость сделал стоять никаких выходов входов я тут уже думают а сейчас тут будет война на века лучники готовы давай иди тоже туда залезь ерунда это это не войска это так вот то хрень полная друг давай дорубывай быстрее сейчас разразму солят точнее та не 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 друзья это это все вам хана мы идем они вот пытаются тут сломать не это 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 же я же говорю это не войска это так вот а че не ломают я не могу понять забор они пытаются сломать ну вы его будете ломать а нифига себе они башню сломали какие будут указания интересно а как это у них так получилось ребят я не думал что они башню смогут сломать ну и ладно бог с ним сломали и сломали жалко что ли дерево построить еще одну мне нет вот так вот сделаем чтоб много людей не могли подходить именно к башне ждем ваших приказов ждем ваших приказов ждем ваших приказов не хватает рекрутов сэр так уже идем открывай двери тут открыто сыра достаточно денег достаточно всего достаточно у нас не хватает оружия сэр лучники готовы мы идем теперь осталось только выжидать потому что все время до последней битвы уровень сложности нормально можно было бы поставить высокий ну тогда надо я так понимаю быстрее развиваться но на харде проходить я не знаю пока не будем посмотрим я же говорю какой будет отклик зрительских симпатий если действительно будет очень хороший отклик вы будете смотреть комментировать и все в таком духе то естественно естественно ребят я оооо вот это плохо но пока отчаиваться не будем это было громко поэтому надеюсь никто не напугался но мне в наушиках это прям было Очень громко. Да, в пути, в пути, ребятки. Вы такие легкие на ногу. Еще что ли построить? Но нужно не забывать, что... ...всех людей нужно кормить. Абсолютно всех. Голодным никто быть не должен. Иначе... Иначе тогда начнется бунт. Великолепно. Гляньте, сколько повпихивали. Ну, теперь, я думаю, можно смело еще один домик воткнуть. Раз уж такая пьянка. Восемь человек сильно роли не сыграет. Хотя, в принципе, даже их можно куда-нибудь использовать. А рынка у нас тут, по-моему, тоже нет. Рынки мы строить не можем. Можем построить деревянную башню. Ну, это такая ерунда, если честно. Ерунда. Деревянная башня. Нигде мы ее тут толком-то и построить не можем. Все. В этом странхолде нету найма войск. Вот единственная проблема в Круссадерсе. Есть вот именно лагерь наемников, где за деньги можно нанимать войска. Разведчики сообщают, что к нам движется еще один отряд людей-крысы. Мы готовы их встретить? Да и что пусть... Милорд? Естественно, мы готовы их встретить. Уже идем! Вообще, че? Ух! Как громко. Ну ладно. Может быть, надо немножечко прикрутить звук. Совсем чуть-чуть. Так. Давайте сохранимся. Вы-вы-вы. Сохранение. И давайте немножечко параметры звука. Громкость эффектов. Громкость эффектов. Хотя, на единицу ставишь, вообще музыки нету. Ладно. Ну, тогда придется так. Деваться некуда. Ну, все-таки... Ну, я думаю, на этом можно немножечко, знаете как, уступить, закрыть глаза. Потому что, ну, эта игра, блин, очень старая. И могут быть различные недоработки в ней, естественно. Но это все мелочи, я считаю. Не хватает оружие, сэр. Кто так же считает, то... Ставьте лайк. Крыса, крыса, браток. Что тут у нас? Копейщики. Хрень это все. Этим нас не напугать. У нас тут людей. Ху-ху-ху. На башнях. Вы даже не дойдете до нас. Вот когда будет волк, кабан. Вот это уже будет интересней. Там они будут мощнее. Мы тут такой-такой замок построили. Как будто нас сейчас будут нападать, я не знаю. Типа рыцарей каких-то. Или, знаете, мы, пехота. Вот эти вот ребята с булавой, которые там бегают. Вот типа таких. Но на самом деле, пока до таких миссий еще далековато. Это я просто играю в удовольствие. Так расстраиваюсь. Ну, гляньте, они даже... Можно было просто даже башни не строить. Ни стены, ничего. Ну, или как тупо башню поставил. И все. Давайте, давайте, давайте. Клац, клац. Ах, не попали. Ну, ничего страшного. Люди довольны. Еда есть. Дерево есть. Все есть. Лучников, целая гора. Людей. Можно еще построить. Ну, просто нету смысла еще строить. Давайте я буду ставить на паузу. Как будет бой, будем продолжать. Потому что это будет очень долго. Так, сказали, что атакуют войска крысы. Вот они. Скорость игры 35. Может быть, надо повысить скорость. Тогда будет все очень быстро. Вот, я просто... У меня запись стоп плюс у меня на это. На минус плюс. Надо попробовать. Может быть, реально повысить? А ну-ка. Не. Так она нам луки. Надо, короче, переделать немножечко. А то... Не круто. 35 процентов. Поэтому, наверное, так долго. Надо быстрее все делать. Надо 100 процентов сделать. Тогда можно будет быстро миссии проходить. Или, может, это не из-за этого. Ну, короче, посмотрим. Проверим. Обязательно. Итак, ребята идут. Но они вообще не представляют никакой нам опасности. Я так понимаю, это предпоследний бой. Я наделал еще кучу лучников. Еще парочку домиков поставил. Они вообще не представляют никакой нам опасности. Это так. Мясо. Просто мясо. Я не знаю, как их по-другому назвать. Вот эти сейчас даже могут не дойти. Не. Не получилось убить. Ну, не страшно. Что делать с вот этим вот мясом? Да. Они вообще. Он пришел, просто свои войска тупо слил. И все. Потому что тут укрепления просто бомбовские. Надо еще построить один. Просто так. Глядите, ребят. Скорость игры 85. Ну, я как бы поставил больше. 90. Просто же говорю, на минус нажимаю. Оно чук-чук спадает. Гляньте, как все быстро происходит. Гляньте, как все быстро люди бегают. В принципе, можно на 50% играть. Но мы с вами будем играть на 90. Так будет намного быстрее. Я что-то и забыл, что можно так играть на такой скорости. Ну, так. О, пусть приближается. 90% скорости это вообще великолепно. Это последний отряд? Нет, это не последний. Сильно что-то много атак, если честно. Я что-то как-то даже и не думал, что настолько много будет. Еще. Даже не знаю, куда их посадить. Все туда помещаются. По-моему, все. Тут еще есть такой прикол один. Когда башня занята максимально, больше нельзя туда людей поставить. Можно брать по одному человеку и клацать, чтобы он туда становился. И будет прям много-много людей на одной башне. О, музяка пошла. Туц, туц, туц. Но это ерунда. Эти тррррррр. Просто вообще сыпят, сыпят, сыпят. Успеют уйти? В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Та, толку-то, что его видели. Все это ерунда. Все, последняя битва осталась, ребята. Понял я свой косяк. Теперь будем вот так вот параметры игры максимально делать. И все. Потому что... Так будет намного быстрей. И будем быстрее развиваться, все будет быстрее. Ну, кто-то может сделать 50 себе, кто-то 40. Кому-то... Как комфортнее кому играть. То есть, за это время вы можете подумать, что куда применить, какие там здания построить. Но мне, в принципе, это не нужно. Мне этой скорости будет вообще достаточно, чтобы принять решение. Все-таки эту игру я проходил несколько раз на своем старом компе. Может быть, дальше на каких-то сложных миссиях придется, конечно, скорость поменьше делать, чтобы успеть отреагировать на какую-нибудь ситуацию. А так... Дороги, не выдержали нашу руку! О, ешкин, не успеешь? Не успеешь дойти? Ах, обидно. Успел, все равно один убежал. Эти трусы сбежали, сэр. Мы не успели их поймать. И они наверняка нас выдадут. Не ссы, друг. Мы всех развалим. Победа! Отлично. Еще одна победа, дорогие друзья. Так, слушаем. ...храбро перебили множество патрулей крысы. Но в последнем сражении нескольким отставшим солдатам удалось уйти. Хотя специальных распоряжений вы не получили, ясно, что нельзя дать им добраться до герцога Депюса и раскрыть ваше местоположение. Ну понятно, мы уже перемещаемся в его земли. И тут мы уже начнем рубиться непосредственно с крысой. А это у нас уже будет в следующей серии. Поэтому всем спасибо огромное, что посмотрели. Лайки, комментарии, репостики и все такое. И увидимся в следующей серии. Пока!